С приходом холодов обостряется ОРВИ – острые респираторно-вирусные инфекции. Сейчас пик заболеваемости еще не наступил благодаря аномально теплой осени. Однако с приходом первых заморозков количество пациентов в поликлиниках увеличилось. Как выиграть бой с инфекциями, расскажет Елена Васильевская. Теперь Лидии Анатовой придется пить все назначенные по списку препараты примерно неделю. На днях выпила холодного молока, а на утро сильный кашель и боли в горле. Как признается женщина, простывает она крайне редко, так как заранее делает прививку. В этом году, правда, пропустила. И вот результат. Все годы делала, а этот нет. Почему в этом году не сделала? Ну, как-то так получилось, что пропустила. Не придала значения особого. По словам специалистов, своевременная вакцинация – половина успеха. Прививку нужно успеть поставить до обострения инфекции. Если по каким-то причинам этого сделать не удалось, остается одно – беречься. Конечно, одеваться по сезону. То есть реагировать на перемены погоды адекватно. Одеваться так, чтобы не было жарко и соблюдать средства гигиены. То есть это обработка рук. Само собой, какие-то средства, предупреждающие контакт. Сейчас очень много спреев, которые создают оболочку в носу при контакте с больными людьми. Как говорится, готовь сани летом. И чтобы с наступлением холодов не травить организм химии, врачи советуют еще летом начинать закаляться. Начинать лучше – это в теплый период времени. И, естественно, это должен быть контакт с водой. Контакт с водой и с переходом с теплой воды в более прохладную. То есть закаливание, оно идет по схеме, которую нельзя единоразово применять, а потом его отменять. Тем не менее, практически каждый из нас хоть раз в жизни переносил простуду на ногах. Простыть в холодную погоду, особенно людям с ослабленным иммунитетом, проще простого. Тут продуло на сквозняке, тут прошелся в легком пальто без шапки, а тут добежал до машины раздетый. Да и врачи признаются, что заболевают пациенты чаще всего по своей вине, от того, что не берегутся. Человеку чисто психологически сложно перестроиться с положительных температур на морозы. Как бы врачи не твердили, что это крайне опасно, могут быть серьезные осложнения. Люди в первую очередь идут за помощью не к докторам, а к фармацевтам. При простуде обращаются достаточно часто, поскольку к врачам очереди, и все, конечно, аптека первая на пути. Больных, которые приболели, часто очень спрашивают о температуре, от кашля препарата, и противовирусные сейчас очень в ходу. Сейчас пик заболеваемости еще не наступил. Однако врачи ждут обострения в конце декабря, в январе, и, как всегда, призывают предупреждать болезнь заранее. Елена Васильевская, Алексей Козеров, Служба новостей.